Здравствуйте, меня зовут Шмакова Елена, я профессиональная порезчица, специалист по женским правкам для здоровья и мастер образной вани. Сегодня мы находимся в банном комплексе Добрая Банька и будем разговаривать о мягком женском парении. В основном я работаю с женщинами, я сопровождаю их как на этапе подготовки к зачатию, также во время беременности, во время родов и в послеродовом периоде занимаюсь активным восстановлением, закрытием родов и в принципе сопровождаю их до момента, пока детки растут. Я организую женские баньки уже много лет и обычно практикую в ней индивидуальный подход. То есть эти бани никогда не похожи одна на другую и они могут быть очень обрядовыми, очень необразными, могут быть индивидуальными, могут быть на несколько женщин, могут быть с какой-то конкретной задачей. Это может быть закрытие родов, закрытие потерь, это может быть банечка перед свадьбой, это может быть банечка при переезде женщины или при каком-то жизненном переходе. Мне очень нравится, что баня это женский род и она очень классно подходит женщинам от девочек до пожилого возраста. В бане женщина может легко раскрыться, ее тело хорошо можно поправить, ее тело хорошо можно поладить, успокоить, сгармонизировать и вообще решить всевозможные задачи, как для психического здоровья, так и до физического. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как часто ходите в баню, девушки? Раз в полгода, да. Я раз в месяц хожу. Ну, это хорошее, честно говоря. Раз в полгода, да. Хорошо, ну вы в правильную, я так понимаю, баню ходите, да? Да. Сейчас приглашаю вас пройти в парилку, где мы попробуем первый пар и настроимся на парение. Как правило, женщины любят ходить в баню, но у них не очень часто получается сходить туда с удовольствием. Чаще всего в бане ходят летом на дачу, или где-то у знакомых, или даже в коммерческие бани. Но там зачастую бывает очень высокая температура, порядка 120-100 градусов и такое жесткое мужское отношение к контрастам. Большой жар парилочки и тут же ледяная купель или обливание из ведра. У нас очень важно, что в парилке должна быть комфортная температура. Это вот к тому, чтобы не бояться баночки. И она не должна быть, по идее, больше 70 градусов. То есть вот женское парение, оно всегда очень мягкое. Это не 100-градусное, это не жара-жара, это должно быть комфортно. И очень важно, чтобы пар в парилочке тоже был очень мягкий, не обжигающий, не повреждающий кожу, а такой бережный, мягкий, проникающий, очень аккуратный. И у каждой женщины свой комфорт на самом деле присутствует. Женщине, чтобы получить удовольствие, нужна больше всего атмосфера. Мягко, комфортно, бережно, постепенно прогреваться. Это использовать всевозможные приятные для тела, для кожи скрабики, мази, натирочки, масочки. Еще в женском паре, не знаю, пробовали вы или нет, очень часто используются разные приятные вкусняшки. Это могут быть травы, это могут быть запахи, масла, это может быть мед, это использовать ароматы, цветы различные в парилке и вне парилки. И, разумеется, это какой-нибудь вкусный чай, фрукты, удовольствие для тела. Если есть при этом еще комфортный теплый бассейн, то вообще прекрасно. После прогревания в парилке очень хорошо сделать мягкий контраст. Для женщин прекрасно подходит бассейн. Кочение в теплой воде после парилки – это очень приятно. Многие женщины говорят, что это как будто они побывали в космосе или на море. А еще это напоминает внутриутробное состояние или как у мамы на руках. Ну что, девушки, как вам банька? Очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Что больше всего понравилось? Мне скрабирование. Мне общее парение понравилось. Мне по часу. Отлично. Вообще прям максимально расслаблено. Это, конечно, баня отличается. Когда сам паришься, это абсолютно другое. Даже муж, конечно, по-другому парит. Более жестко, а здесь прям такое понимание тела, наверное, женского. Потому что, когда женщина парит, это особое какое-то ощущение. Большое вам спасибо. На благо. С легким паром. Спасибо и вам. Даааа. Сегодня у нас была очень комфортная парилка. Очень мягкий пар. Мелкий, легкий. Им очень приятно дышать. И сама печечка греет очень равномерно, аккуратно, бережно. В таком тепле очень просто прогреваться прямо до самых косточек. И такое тепло максимально хорошо подходит большинству людей. Не только женщинам, но и всем остальным. Мы на канале Форнакс Фильм. Ходите в бане чаще и парьтесь только в бане, а не по жизни.